МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь, пожалуйста. Сегодня наша встреча будет целиком посвящена истории. Я сейчас приглашаю на сцену доцента Казанского федерального университета Екатерина Геннадьевна Кривоножкина. Давайте ее встретим аплодисментами. Здравствуйте, дорогие студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Я вам хочу рассказать историю семьи, которую описал известный, замечательный киргизский писатель Чингис Айтматов. Ваши мамы и папы, если они учились в школе в 80-е годы, читали его интересный роман, который называется «И дольше века длится день». Правда, сейчас нам он больше известен под названием «Буранный полустанок». Так вот, я вам позволю себе напомнить отрывочек из этого романа, в котором рассказывается очень страшная, леденящая душу легенда. А легенда эта о Манкуртах. В далекие-далекие времена жили в степи племена – жунь-жуаний. Они захватывали земли соседей, а с пленниками обращались с особой жестокостью. Для того, чтобы превратить человека в идеального раба, не помышляющего о бегстве, о восстании, ему отнимали память путем надевания на него шри – свежей шкуры верблюда. Для процедуры выбирались молодые сильные воины. Сначала несчастным начисто обревали головы, буквально выскабливали каждую волосинку. Затем забивали верблюда и отделяли наиболее плотную шейную часть шкуры. Поделив на части, ее нахлобучивали на головы пленникам. Шкура, как пластырь, прилипала к свежевыбритому черепу людей. Это и означало надеть шри. Затем будущим рабам надевали на шею колодки, чтобы они не могли коснуться головой земли, связывали им руки и ноги, вывозили в голую степь и оставляли так на несколько дней. Под палящим солнцем, без воды и пищи. С постепенно высыхающей шкурой, стальным обручем, сжимающим голову, пленники чаще всего погибали от невыносимых мучений. Уже через сутки жесткие прямые волосы невольников начинали прорастать. Иногда они проникали в сыромятную шкуру, но чаще всего вонзались, загибались и вонзались в кожу головы, причиняя жуткую боль. Именно в этот момент пленники окончательно теряли рассудок. Только на пятые сутки за несчастными приходили жунь-жуани. И если хотя бы один из пленников оставался в живых, это считалось большой удачей. Порабощенного освобождали от пут, давали ему напиться, постепенно восстанавливали его силы и физическое здоровье. И вот такой человек получал название Манкурт. Манкурт не знал, кто он, откуда он родом. Он не помнил отца и матери. Словом, он не осознавал себя человеком. Он не помышлял о бегстве, выполнял самую грязную работу, тяжелую, и, подобно собаке, признавал только приказы хозяина. Все его жизненные потребности сводились лишь к еде. Только еда доставляла Манкуртам настоящую радость. Люди, не помнящие своего прошлого, ценились у жунь-жуаней очень дорого. Они обладали целым рядом преимуществ с хозяйственной точки зрения. Во-первых, Манкурт был равнодушен к другим людям и никогда не помышлял о бегстве. Во-вторых, только Манкурт и не помнящие родства могли выдержать бесконечные безлюдия степей, не тяготились одичанием, не нуждались в отдыхе и не нуждались ни в какой помощи. Они могли долго, неуклонно, монотонно выполнять самую грязную, нудную и тяжелую работу. Обычно их приставляли к верблюжьему стаду, который они зорко охраняли и днем, и ночью, и зимой, и летом, и абсолютно не жаловались на лишения. Повеление хозяина было для Манкурта превыше всего. Манкурт ценился очень дорого. И если в каких-то междоусобных воинах племя нападающая убивала Манкурта, то они выплачивали выкуп в три раза больше, чем за свободного человека, и в десять раз дороже выплачивали, чем за другого раба. Человек, не помнящий родства, сохранял только внешнюю оболочку. Поэтому родственники, даже если они знали, что их родной человек стал Манкуртом, никогда не стремились выручить его из беды, потому что это был уже не человек. Так вот, у Чингиза Айтматова предание заканчивается очень трагично. Одна женщина по имени Найман, она однажды узнала, что ее сын не погиб в схватке в Жунь-Жуаниме, а превращен Жунь-Жуаниме в Манкурта. На Айман она нашла своего сына, но он не узнал ее, потому что он не помнил ни имени своего, ни имени своего отца. Вспомни, сынок, вспомни, как тебя зовут, умоляла мать. Твое имя Жоломан. Ты слышишь? Ты Жоломан. Жоломан на самом деле по-киргызски это слово, которое состоит из двух частей. Жол означает путь, а Аман – здоровье. То есть по смыслу означает будь здоров в пути. Мы назвали тебя Жоломан, потому что ты родился в пути при большом кочевье Найманов. И когда ты родился, мы сделали стоянку на три дня. Три дня был пир, сынок. Отца твоего звали Даненбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я твоя мать. А ты мой сын. И ты из племени Найманов. Понял? Ты Найман. Однако ни тепло материнских рук, ни ее настойчивые речи, ни знакомые с детства колыбельные, ни приготовленная под родным кровом пища ничего не помогло пленнику вспомнить прошлое. Пока мама разговаривала с своим сыном, ее заметили Жень Жуани. И хотя она успела скрыться, но они сообщили рабу, что эта женщина приходит не просто так, она хочет отпарить ему голову. При этих словах раб побледнел, потому что манкурты помнят, какую боль причиняла вот эта вот шкура, прижатая к голове. Для манкурты не было угрозы страшнее. И вот ему, Жень Жуани, оставили лук и стрелы. Несчастный манкурт, который утратил информацию о своей человеческой сущности, сохранил память о том, как стрелять из лука, а значит, как убивать. Мать, несмотря на угрожавшую ей опасность, снова вернулась к сыну, чтобы уговорить его бежать из плена. Озираясь, она искала его, но получила удар стрелы. Удар, выпущенный в нее ее собственным сыном, оказался смертельным. На иман она наклонилась, стала медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но сначала с головы ее упал белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком «Вспомни, чей ты, чей ты, как твое имя? Твой отец Даненбай, Даненбай, Даненбай!» С тех пор, говорят, стала летать в степях птичка Даненбай. Встретив путника в степи, птица Даненбай летит рядом с ним с возгласом «Вспомни, чей ты, чей ты, как твое имя, имя? Твой отец Даненбай, 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 Даненбай!» А вот то место, где была похоронена найман она, стало называться с тех пор кладбищем Анабиит, в переводе на русский язык материнским упокоем. Скажите, ребята, как вы поняли из этой легенды, кого же называют сейчас манкуртами? Кто такие манкурты? Кто понял из вас, о чем эта легенда? Ну вот, пожалуйста, вот тут рука была. Манкурты, они рабы, которые не помнят ничего. Их главарь или атаман забыл, стер им память, как заклинание забвению. То есть спустил стрелу забвению. Умница! Очень образное выражение, но очень точно. Это люди, в которых попала стрела забвения. Они не помнят своего прошлого. Хорошо, вот у нас еще есть. Еще есть, да, пожалуйста? Да, пожалуйста, да. Манкурты – это люди, которые потеряли память и служат людям, которые украли у них память. Совершенно верно. Маляка, а как ты считаешь, в наше время могут быть манкурты? Могут. Могут. А кто такие в наше время? Вот кого в наше время можно назвать манкуртами? Неужели такие люди есть? Да, люди, которые потеряли память и они не знают, где они живут. Манкурты – это те люди, которые стерли память. И они даже могут убить своих же родственников, потому что они не знают ничего. И самым страшным было для них – это чтобы хозяин их поругал. Это вот очень гизает матово в далекие времена, а в наши дни бывают манкурты. Представьтесь. Это люди… Матвей. Меня зовут Мадина. Да. Это люди, которых обманули и обратили в рабство. Хорошо, Мадина. А еще могут быть какие-то люди называться манкуртами? Пожалуйста, представьте. Матвей, да? Да, меня зовут Матвей. Пожалуйста, Матвей. Я думаю, что манкурты в южных странах, а у нас, если считать так, убийцы ведь есть, например, террористы всякие. Вот им тоже память как бы взяли девчонку, например, и утащили люди. И ей, прежде чем стать ей террористом, ей… То есть чистят память и говорят какую-то штуку, что она не человек, а террорист. Чтобы она взорвала что-то. Спасибо огромное, ребят. Ну давайте мы с вами подведем итог. Вот еще вот рядом молодой человек, он… У меня еще будет много вопросов, не переживайте, мы еще услышим каждого. Меня зовут Лев, и как мне кажется, сейчас манкурты могут существовать в разных племенах Азии. Там им могут промывать мозг, говорить всякие задания, поддавать страшным мукам. Спасибо, Левушка. Спасибо, дорогой. Позвольте, я все-таки подведу итог, и мы пойдем с вами дальше. Вы говорите абсолютно правильно, и разного рода террористы – это тоже одна из разновидностей манкуртов. Но есть, ребята, оказывается, понятие манкурт не только в прямом смысле, но еще и в переносном. Говоря современным языком, манкурт – это человек, который не помнит о своих корнях, который не знает своей родословной, который не ощущает связи со своей страной, культурой, историей. В наше время презрительная кличка манкурт достается тем, кто забывает свой родной национальный язык и пренебрежительно относится к культуре своего народа. Вот, наверное, помните, у русских людей есть такая поговорка – «Иван, не помнящий родства». Это именно о таком манкурте идет речь. Согласно Чингиза Айтматову, бывает два вида манкуртов. Первый – это манкурты поневоле. Именно таким и был жаломан, к которому приходила родная мама Найман Аны. Его забрали в плен, и он ничего не мог сделать, не мог избежать участи. Но, оказывается, говорит Чингиза Айтматов, бывает и второй вид манкуртов – это манкурты абсолютно добровольные. Типичный их представитель – это еще один из героев романа Чингиза Айтматова – Сабиджан, сын старика Казангапа. Сабиджан вырос в городе и со временем стал стыдиться своего отца, потому что предок его всю жизнь работал на забытом богом буранном полустанке, расположенном посреди бескрайней степи. И когда старик умер, Сабиджан не захотел выполнить его последнюю волю, а старик просил похоронить его на старом родовом кладбище Анабиит, именно на том, где когда-то хоронили маму нашего главного героя. Молодой человек считал, что его отца Казангапа можно закопать в любом месте рядом с железнодорожным полотном, а традиции хоронить именно на родовом кладбище вполне можно пренебречь. Ну какая разница покойнику, на каком кладбище ему лежать в конце концов? Скажите, ребят, как вы думаете, а есть что-то опасное или страшное в том, что Сабиджан не захотел выполнять волю своего отца? Так ли это важно на самом деле, что покойника похоронят не в том месте, где он просил? Как вы считаете? Чисто теоретически нет, потому что покойник через 30 минут мозг отключается, иначе получается, розом уничтожается. То есть как умные люди мы понимаем, что, наверное, покойнику-то уже после смерти все равно. Так, вот у нас девушка хочет сказать. Так. Здравствуйте, меня зовут Фарида. Но я вот в учебнике истории читала, что если, допустим, не похоронить человека, куда он хочет, его душа не обретет покой. Ну это вот такими нерациональными вещами мы вот тоже располагать не можем. Мы же, как люди-ученые, не знаем, как там все устроено, когда человек умрет. Так, пожалуйста. Похоронишь в том месте, ну хоть в каком хочешь, дух все равно будет пред тобой. Вот так вот. Как вы думаете, а когда Чингис Айтматов в своем романе рассказал нам вот эту историю, что он хотел показать нам? Здравствуйте, меня зовут Данил. Я думаю, как бы, если нарушить волю человека, который погиб, то это как бы, ну, не по традиции будет и как-то не культурно, я думаю. Умница, Данил, спасибо, спасибо большое. У меня впереди еще много вопросов, поэтому давайте мы здесь подведем итог и тоже пойдем дальше. Вот Данил абсолютно верно понял замысел автора. Чингис Айтматов стремился донести до своих читателей идею о том, что человек, который не помнит наставлений отца и матери, не выполняет их последнюю волю, забывает свое настоящее имя, утрачивает связь со своей национальной культурой и теряет свою самобытность. А лишенный исторической памяти, он становится все тем же манкуртом, только уже добровольным. Он становится марионеткой и рабом навязанных ему представлений. К сожалению, ребята, история знает немало примеров, когда не один человек, а целые народы утратили свою самобытность и растворились среди других народов. В науке это называется словом ассимиляция или в переводе с латинского уподобление, когда целая часть, большое общество или даже целый народ теряет свои отличительные черты. Ассимиляция может быть вполне себе добровольной, когда, например, люди одной национальности женятся на представителях другой национальности и перенимают их культуру. А может быть и принудительной, когда во время войны, например, частично истребляется тот или иной народ, это называется геноцид. Или бывает вынужденное переселение народов по каким-то причинам, связанных с катаклизмами. Или в государствах бывают законы, которые направлены на подавление тех или иных культурно-языковых проявлений. Но ассимиляция рано или поздно неизбежно приведет к частичной потере народов, своей культуры, языка или национальной самобытности. И одним из таких примеров в истории стало завоевание территории южных славян в 15 веке Османской империей. В результате среди славян стали образовываться группы, которые позаимствовали у турок манеру поведения, одежду, быт, религию и даже язык. И потеряли свои собственные отличительные признаки. Спустя время часть таких групп полностью прекратила свое существование как самостоятельная группа и стала такими же турками, как и все остальные, окружавшие их. А вот некоторые группы на Балканах сохранили свое национальное сознание благодаря тому, что им удалось сохранить свой собственный язык. И в результате на свет появились сербы-мусульмане, они называются Санджаклии, македонцы-мусульмане, они называются Тарбеши, боснийцы появились и другие народности. Скажите, ребят, а можно ли как-то избежать ассимиляции, растворения одного народа среди других? Можно ли как-то предотвратить эту ассимиляцию? Пожалуйста. Ну, то есть, как бы прогнать стрелу забвения. А это значит как? Это значит, что нужно сделать? Ну, нужно подложить манкурту в мозг ключевые воспоминания. Ключевые. А вот если целый народ превращается в манкурта, что в этом случае делать с народом? Чтобы он не растворился среди других, чтобы он не потерял себя. Меня зовут Данил, и я считаю, что ассимиляцию никак нельзя предотвратить. То, что, допустим, вот как сейчас очень часто бывают семьи наполовину татар, наполовину русские. Это очень часто такое бывает. Мне кажется, что предотвратить просто невозможно это. Данил, скажу тебе по секрету, вот когда семьи наполовину татарские, наполовину русские, это еще не ассимиляция? Нет, это я понимаю, но я просто как бы такой дальний пример просто привожу. Мне кажется, ассимиляцию предотвратить нельзя. Хорошо, хорошая точка зрения. Давайте еще одну послушаем, и пойдем с вами подводить итоги дальше. Представьте, как тебя зовут? Меня зовут Зарина. Можно записывать в книгу. Что именно, Зариночка, можно записывать в книгу? Ну, можно записывать свой язык, некоторые ключевые слова, или что-то важное из своего народа. Смотрите, Зарина абсолютно права. Некоторые люди, опасаясь, что с их народом что-то произойдет, делали летописи, записывали все основные события своего народа. Так вот, ребят, на самом деле разные народы стараются сохранить свою самобытность и свои традиции разными способами. Например, у древних кыргызов на родине писателя Чингиза Айтматова издавна существовал такой обычай, который сохранился и по сей день. Самый младший сын в семье обязан жить со своими родителями. На его плечи ложится забота о родителях до самой их смерти, а старшие братья должны ему помогать для того, чтобы традиции семьи сохранять. Если же в семье рождались одни дочки, то родители невесты брали на воспитание первого внука. Это было связано тем, что кыргызы в прошлом были кочевники, и когда девушка выходила замуж, она покидала семью, начинала жить в другом кочевье, а свои традиции могла и утерять. Вот чтобы этого не происходило, ее первый ребенок воспитывался с ее собственными родителями. Подобные традиции существовали и в татарских семьях, и в азербайджанских. А вот на Кавказе до сих пор считается, что ребенок не только всю жизнь должен заботиться о своих родителях, но и обязан получить от них соответствующее воспитание. Там до сих пор детей держат по современным меркам в ежовых рукавицах. Например, немыслимо на Кавказе, чтобы молодые люди пили алкоголь или курили в присутствии родителей. Говорить бранные слова, обниматься и целоваться там, где есть старшие люди, молодежи тоже непозволительно. Скажите, пожалуйста, а у нас в Татарстане существуют ли какие-то способы сохранения культурных традиций? Можно записывать, но можно и полдома обставить, например, татарскими тарелками, ложками и многими другими национальными вещами. Верно, предметами национально-культурного быта. Совершенно верно. А еще что у нас в Татарстане делается для сохранения самобытности? Пожалуйста, представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Эмиль. Можно поставить памятники культуры? Молодец, Эмиль. Кому? Памятники кому? В татарской культуре. Верно, памятники, связанные с культурой поэтам, писателям, например. Добрый день, меня зовут Камила. Я хотела бы сказать, что, чтобы сохранить культуру, например, нашего народа, нужно сохранить какие-то памятные источники. Если в семье хранятся артефакты, атрибутика древняя, чтобы передавать это из поколения в поколение как семейную реликвию. Да умница, конечно. И семейные реликвии можно передавать из поколения в поколение. И еще создаются разные фестивали как раз на эту тему, разные музеи, там хранятся разные экспонаты, еще можно делать какие-то фотографии. Молодец. Вот у нас в Татарстане как раз и музеи работают, и фестивали проводятся. Да, Амир, слушаем тебя. Можно еще делать разные документальные фильмы, которые сейчас уже сотни тысяч. Да умница. Нас еще ждет впереди много важных вопросов, которые надо осмыслить, поэтому давайте мы пойдем дальше. Представляете, до начала 20 века у нас в Казани русские и татары в целях сохранения своей самобытности проживали, как сейчас принято говорить, как масло и вода в одном стакане. Вместе, но не смешиваясь. Что уж говорить о других народах. Так вот, татарские просветители Шигабудин Марджани и Каюм Насыри первыми среди татар стали высказывать мысли о том, что так жить точно нельзя. Такая культурная изоляция ни к чему хорошему тоже не приведет. И если мы, два народа, живем на одной территории, то обязательно должны знать язык друг друга, понимать и уважать культуру друг друга. И именно они, Шигабудин Марджани и Каюм Насыри, настояли на том, чтобы в татарских медресе ребята учили русский язык, а в Казанском университете и в православной духовной семинарии ребята учили татарский язык. И вот за это и Каюм Насыри, и Шигабудина Марджани очень много и часто у нас в Татарстане критиковали. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, надо ли сохранять обычаи только внутри своего народа или же своими культурными традициями можно делиться с другими людьми? Не повредит ли это собственной культуре? Меня зовут Данил. Очень хорошо. Я думаю, что надо делиться с другими. А как делиться другими своей культурой? В чем это проявляется? Ну, им помогать, а потом они будут помогать всем. Приходить на помощь в трудную минуту. Очень хорошо. Пожалуйста, соседу передайте. Здравствуйте, меня зовут Саша. Я думаю, что тоже можно делиться разной информацией своих обычаев. И еще, да, тут помогут родословные, чтобы... Но, да, я соглашусь с Данилом, потому что, когда ты попал в большую проблему, друзья всегда тебе помогут. Независимо от национальности при этом, да, независимо от культуры. Конечно, настоящая дружба творит чудеса. Да, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а если делиться своей собственной культурой, своими традициями, обрядами и обычаями, не навредит ли это своей культуре? Ну, конечно, мне кажется, не навредит, потому что, наоборот, другому народу интересно узнать, как ты живешь, а тебе интересно узнать, как другой народ живет. Спасибо большое. Умница. И это действительно так. Современные ученые говорят, что когда люди общаются между собой, в их культурах наступает процесс, который называется межкультурная коммуникация. Мы с вами живем в Казани. Это действительно удивительный город. На сегодняшний день здесь проживают представители 173 национальностей. Вдумайтесь в эту цифру. 173 национальностей. Мы здесь каждый день наблюдаем примеры добрососедских отношений, различных историй, культур и религий. Конечно, большинство этносов, которые проживают у нас в Казани, стараются сохранить свои национальные черты. Именно поэтому на сегодняшний день у нас в Казани действуют 50 мечетей, 43 православных храма и собора, лютеранская кирха, католическая часовня, иудейская синагога и много-много разных других культовых учреждений. А вот в Ассамблее народов Татарстана и в Доме дружбы народов, где мы с вами уже бывали на экскурсии, действует огромное количество национально-культурных автономий. Среди них азербайджанская, арабская, белорусская, еврейская, корейская, киргизская, немецкая, таджикская, туркменская, чеченская и многие-многие другие. Мы с уважением относимся к языку, религии, к праздникам других народов, а некоторые слова или блюда национальной кухни употребляем в быту так, как будто они наши, и даже об этом не задумываемся. Например, русские люди в Казани, когда им нужно куда-то пойти и позвать с собой друзей, чаще всего говорят «Айда», или вот мы, девчонки, собираемся, да, говорим «Ай, айда, Госказлар». Никто даже не задумывается, что мы сказали, потому что мы понимаем, когда говорим «Пойдемте», да. Так вот, в русском языке слова «Айда» нету, и если вы приедете куда-нибудь в центр России, например, в Рязань или в Кострому, вас никто не поймет, что именно вы сказали. В русском языке есть слово «Пойдем», слова «Айда» нету. Или, например, ну, вряд ли найдется человек у нас в Казани, который не любит эчпишмаки или беляши, да нет такого человека. А на православный праздник Пасхи крашеные яйца приносят в подарок всем друзьям, независимо от национальности. Так вот, получается, что мы в Казани стремимся сохранить историю и культуру своего народа и познакомиться поближе с историей культуры других народов, которые здесь проживают. Получается, что манкуртов среди нас нет? Получается, что я несколько погорячилась, когда спрашивала у вас, существуют ли манкурты в наше время? Вот, к сожалению, ребятки, это не так. Публицист и журналист Владимир Соловьев говорит, что существует еще один вид манкуртов. Манкуртами он называет граждан, которые пренебрежительно отзываются о своей родине. Он считает людей, для которых уважение к памяти предков пустые слова, генетическими мутантами. Манкурт стесняется своего российского происхождения. Всячески старается выискать своей родословной предков другой национальности, выходцев из других стран. Он редко называет свою страну Россией, чаще говорит «Рашка» или говорит «это страна». Манкурт не собирается ничего в жизни менять, ни в законах, ни в жизни, потому что… А зачем? У него всегда находится кто-то виноватый в его проблемах, потому что «ай, это страна, это Рашка». Мусорить на улицах или на природе для манкурта – это обычное явление, потому что, цитирую, и так кругом бардак в этой стране, а от моей бумажки, пакетика или там окурка грязней не станет. Смеяться над людьми в национальных костюмах, ругать все российское только потому, что оно не импортное – вот это типичное поведение для современного манкурта. И очень неприятно осознавать, что, к сожалению, такие люди еще есть. Тех, кто не считается с памятью предков и считает свою культуру чем-то ущербным и низким, достаточно много. Сюда же можно отнести и тех граждан, которые с трудом могут назвать хотя бы с десяток российских городов или рек или гор, но с удовольствием перечислят название всех зарубежных известных курортов. Такими манкуртами очень легко управлять. И вот вы правильно сказали, этим-то и пользуются экстремисты всех мастей и преступники запрещенных в России организаций. Но ведь на самом деле, ребят, нет ничего плохого в том, что человек уезжает за рубеж, потому что там у него место работы или место работы его родителей. Или едет за рубеж получать образование в хорошем университете. Хотя я вам скажу по секрету, в прошлом месяце наш Казанский университет в рейтинге среди вузов мира получил четвертую звезду. Все вузы мира оцениваются по пятибальной системе, а вот четыре звезды – это все равно как большая-большая четверка среди всех университетов мира. А ровно неделю назад некоторые направления подготовки нашего университета вошли в топ-100 лучших вузов мира. Так что прежде чем уезжать куда-то учиться за рубеж, нужно подумать, а не теряете ли вы больше, чем приобретаете. Но часто оказывается так, что только вдали от родины человек начинает осознавать, чего же он лишился на самом деле. Наваливается очень страшная тоска, которая в науке получила название «ностальгия». Первое известное нам письменное описание таких переживаний, ностальгических, встречается еще в древнегреческой поэме «Гомера», когда он описывает возвращение Одиссея на родину, на остров Итаку после Троянской войны. И вот тогда Одиссей очень сильно переживает. А вот термин «ностальгия» был изобретен швейцарским врачом Иоганном Хофером в 1688 году. И длительное время ностальгия так и считалась болезнью. Человек, который переехал в другую страну на постоянное место жительства, называется эмигрант. И вот, как оказалось, вдали от родины эмигранты сильно начинают по нашей России тосковать. Ребят, а вы как думаете, почему вдруг, оказавшись за рубежом, они начинают вспоминать про те места, где выросли? Быстрее. И им не хватает вещей, которых у них нет. Домашних вещей, к которым они привыкли. Чего еще не хватает нашим героям? Им не хватает еще родителей. Родителей не хватает. Еще чего не хватает? Здравствуйте. Меня зовут Шамсудинов Арслан. Я думаю, что те люди за рубежом в другой стране скучают, потому что они с самого рождения жили в Москве, в Казани, в своей стране. Они как бы там привыкли и по ней скучают, потому что как-то в другой стране непривычно, когда-то привык к другим законам. Спасибо. Смотрите, Арслан, по сути, и сказал то самое слово, которого не хватает нашим героям. Им не хватает родины. Скажите, пожалуйста, а вот есть такое понятие «большая родина» и «малая родина». Кто-нибудь из вас знает, что это такое? Чем они отличаются? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну, «большая родина» — это, кажется, вся страна, все люди, которые в ней проживают, все города, вся природа. А «малая родина» — это то село или та деревня, та улица, тот дом, где ты родился. Совершенно верно. И большой родины не хватает, и малой родины, потому что кто-то привык теплую постельку каждый день иметь, кто-то привык вареники к завтраку, а этого в чужой стране нет. А вот из этих мелочей состоит наша «малая родина». Да, пожалуйста, ты хотел сказать. Ну вот, как говорили, у нас есть поговорка «в гостях хорошо, а дома лучше». Вот этого не хватает нашим героям, они как бы про это забывают. К сожалению, да, ты абсолютно прав. Их избаловала чужая страна. Может быть, наоборот, не избаловала. Может быть, наоборот, именно там они и заболели вдали от родины. Так вот, известный российский журналист, которого вы сейчас видите на своих экранах, Василий Михайлович Песков, ваши родители его знают, потому что он раньше вел передачу «В мире животных», в силу профессии много путешествовал по миру. И именно он в своей книге «Отечество» сформулировал одно из определений родины, с которым я вас предлагаю познакомиться. Итак, Песков говорит, из чего же вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что умещается в одном слове – родина. Родина – это очень много. Это и тропинка с бродом через ручей, и пространство в одну шестую всей земной карты. Это имена людей, названия новых машин, танцы, которым неистово хлопают во всех городах земли. Это конструктор-ракет и бакинщик, зажигающий огни на реке Волге. Это мой отец-машинист и твой отец-чебан. Это ты и я с нашим миром чувств, с нашими радостями и заботами. Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, прибавляет ему силу. Но всякое дерево имеет корни. Без корней его повалил бы даже не сильный ветер. Корни питают дерево, связывают его с землей. Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад. Сто, тысячу лет назад. Это наша история. Это наши деды и пращуры. Это их дела, молчаливо живущие рядом с нами, в степных каменных бабах, резных наличниках, в деревянных игрушках и диковинных храмах, в удивительных песнях и сказках. Это славные имена полководцев, поэтов, борцов за народное дело. Народ, не имеющий таких глубоких корней. Бедный народ, сколь невысокие его здания, из алюминия и стекла. Скажите, пожалуйста, о каких таких корнях говорил нам сейчас Василий Михайлович Песков? Мне кажется, эти корни – это ваши родители, какие-то исторические памятники культуры, все, что создавалось руками твоих предков. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а как называются те самые люди, у которых одна и та же родина, и у которых одни и те же корни? Как можно одним словом таких людей назвать? Их называют родственниками. Можно назвать родственниками, а если мы не родственники, но у нас одна и та же культура, мы живем в одном и том же месте или выросли в одном и том же месте. Кто мы? Мы земляки. Совершенно верно, мы земляки. Скажите, пожалуйста, а по каким признакам можно узнать, что это твой земляк? Как определить, земляк это или нет? По манере разговора. Умница. Потом, допустим, по какой-то культуре, одежде. По одежде, по разговору. По привычкам каким-то. Иногда, находясь в другом городе или другой стране, мы в разговоре слышим знакомые фамилии и понимаем, что именно такая фамилия у наших соседей или у друга в классе. И мы спрашиваем тогда, а у тебя случайно в Казани родственников нет? Получается, что в одной и той же местности люди носят одни и те же фамилии. Как вы думаете, а почему в одной и той же местности носят люди одни и те же фамилии? Чтобы узнать своих родственников, они носят свои имена, чтобы узнать их потом. Так. Сначала выходят корни и дети, например, два ребенка, они вырастают, у них еще. И так корни начинают расти в разные стороны. Конечно. И семейное дерево становится больше. Да, конечно. Когда поселяется один предок и у него растут потомки, они носят одну и ту же фамилию, разрастаются. И получается, в одной местности много людей носят одну и ту же фамилию. Так вот, есть наука такая, называется аномастика, которая изучает названия местностей, названия рек, болот, населенных пунктов и в том числе названия и происхождения имен и фамилий. Точнее, разновидность аномастики по названиям антропонимика. И может быть, когда вы станете взрослыми и будете студентами, вы будете заниматься в своей жизни именно антропонимикой. Скажите, пожалуйста, ребята, вот а для чего людям знать свою фамилию? Нужна ли людям их родословная? Пожалуйста. Мне кажется, нужна, потому что, допустим, если ты знаешь, кто твой дедушка, ты можешь им гордиться, рассказывать людям, какой у тебя дедушка герой, допустим. Совершенно верно. А еще для чего нужна? Здравствуйте, меня зовут Даша. Я думаю, что фамилии нужны, чтобы узнавать друг друга. Так, вот молодой человек, пожалуйста. Можно вопрос? А как узнать человека, если он поменял фамилию? К примеру, у папы одна фамилия, а у матери другая. Я тебе на этот вопрос тоже отвечу. Вот я просто поменял ее. Вот в последние годы становится все больше и больше актуальным, когда люди составляют родословную не только по отцу, но и по матери тоже. Следят, сравнивают, как развивались одинаковые поколения в двух разных семьях. Вы абсолютно правильно говорите, что знание своей родословной помогает человеку приобщиться к славным делам, которые были сделаны предками, и внести свой посильный вклад в жизнь своей семьи. Сделать так, чтобы твоя семья тобой, безусловно, гордилась. Вы, наверное, знаете, что на свете существует еще одна наука, которая занимается как раз родословными. Как называется эта наука? Какая наука изучает родословные? Вот у нас есть профессор детского университета, который этим занимается. Генеалогия. Умница, конечно, генеалогия. Покажите нам, пожалуйста, слайд. Это действительно наука, она очень серьезная и помогает не просто людям узнать свои корни, но еще и помогает профессиональной истории изучить хронологию действий. Профессиональные историки изучают не просто генеалогию какой-то одной семьи, а прежде всего важных общественных и государственных деятелей для того, чтобы понять, мог ли тот или иной человек быть участником тех событий, которые ему иногда приписывают и совершенно незаслуженно. Ну и завершая сегодняшнюю лекцию, я хочу сказать, что своя родословная есть не только у каждой семьи. Своя родословная есть и у Казанского Приволжского Федерального Университета. И я абсолютно уверена, что все студенты детского университета, которые сегодня здесь собрались, будут не только достойно носить фамилию своей семьи, не только сделают все, чтобы ваша семья вами гордилась, потому что вы будете достойно продолжать дело своих предков, но вы также достойно будете продолжать дело всех поколений ученых Казанского университета. Потому что именно благодаря им мы здесь с вами в детском университете сегодня и собрались. Поэтому вперед, а точнее назад, друзья, в будущее! Давайте поаплодируем, Екатерина Геннадьевна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!